Всем привет! Сегодня мы поговорим о психологии. Тема довольно-таки интересная. Как оставить этот след, не стереться в памяти мужчины, стать той незабываемой, условно, если у нас закончились с ним отношения, что всегда бы этот мужчина меня потом вспоминал в своей жизни, или обо мне осталась какая-то память. Как это сделать, за что можно зацепить, скажем так, и быть вот этой особенной. Если ко мне бы пришел человек с таким запросом, задал мне такой вопрос, я бы сразу же в ответ сказала, а зачем тебе это нужно? Почему для тебя важно и в приоритете остаться в памяти человека, запечатлиться? Почему для тебя это важно? Что это за собой несет? Конечно же, с одной стороны, это повышение своей значимости, ценности и самооценки, но с другой стороны, это же ощущение того, что я хочу, чтобы быть какой-то особенной или быть особенным человеком для какого-то другого человека, то есть втереться, скажем так, в память, въесться, чтобы обо мне остался след. Некая реализация, возможно, себя в этом. У всех, конечно же, причины будут разные на это поведение, но я вам просто сегодня расскажу психологически, какое поведение, какие реакции цепляют людей и объясню, почему. Это касается не только мужчин, но для мужчин это тоже применительно. Это касается работы, родственников, каких-то друзей, то есть вообще любого человеческого окружения, у кого есть эмоции и у кого, например, нет проблем с выработкой эмоций, то есть это не совсем уже люди с атрофированными какими-то чувствами. Самое лучшее лекарство, скажем так, чтобы вывести человека на эмоции, чтобы оставить след о себе в его жизни, чтобы он вас запомнил и вообще человек проявил к вам внимание, это игнорирование, не проявление эмоций со своей стороны. И это довольно-таки очень просто. Когда мы проявляем позитивные свои какие-то реакции эмоций на человека, он прекрасно понимает, внутри чувствует. Этот человек мне приятен, я ему в том числе, он позитивно на меня реагирует, улыбается, приветливый ему, дружим или еще что-то. То есть все хорошо, безопасно, все классно, ну классное у нас общение происходит, все с ноткой плюса у нас, да, все хорошо, все на позитиве. Если мы показываем свои какие-либо другие эмоциональные реакции, злость, гнев, презрение, обида, раздосадовность и все что-то такое, все такое прочее, да, за знаком минус, мы все равно показываем свои эмоции, и они, кстати, довольно-таки еще гораздо для вас менее выигрышные, чем позитивные эмоции, потому что показывая негативную реакцию или эмоцию на человека, мы ему показываем наши отношения, то есть я на тебя злюсь, ты меня задеваешь, я на тебя обижаюсь, ты для меня важен, то есть по сути это наша реакция на какие-то действия или даже тот же игнор с другого стороны человека, да, мы им показываем, что нас это задевает, мы показываем свою слабую сторону. Дайвая такую информацию человеку, он может ей воспользоваться всегда, мы обнажаем свои некоторые слабые стороны, даем лишнюю информацию, которой человек может воспользоваться в своих каких-то целях в будущем, показываем свои слабые стороны. Поэтому, когда, казалось бы, какой-то хулиган, не знаю, человек в конфликте на работе в коллективе, агрессивно, эмоционально, зло как-то реагирует, обижается или еще что-то, какие-то негативной окраской эмоции проявляет, свои реакции, скажем так, то это довольно-таки легко считывается, да, ты понимаешь в себе отношения, тебе четко понятно, например, с этим человеком мне не надо общаться, этот человек для меня не очень хорошая партия и так далее, человек для меня опасен, он на меня агрессирует, то есть я уже выстраиваю конкретную, четкую линию поведения с этим человеком. Если со мной говорят позитивно, когда этого примера было все хорошо, окей, то здесь уже посложнее ситуация, а вдруг он сменит свое мнение обо мне, а вдруг он станет ко мне потом, здесь все может поменять. А вот, скажем так, от любви до ненависти один шаг, как говорят, да, от ненависти до любви обратно довольно-таки скрипучие, это вот таких примеров у нас гораздо меньше, это проблематичнее. А вот игнор, если мы человеку не даем эмоций, если мы его игнорируем, мы не даем реакций ни позитивных, ни негативных, никаких, мы человека не замечаем, то человека любого, у которого есть самооценка, хоть какая-то себя, у него сразу идет реакция на игнор. Если человек видит, что на него не реагирует, у него сразу возникает куча вопросов. Например, а достаточно ли я хорошей или интересной, а он на меня не реагирует? А может быть у меня... Это сразу реакция самооценки идет. А может я не такой хороший? А может я недостаточно хорош, что на меня никакой реакции? Я что, не произвел никакого впечатления? На меня никаких эмоций нет. Ни позитивных, ни негативных, никаких. И человек сразу автоматически на подкорочке, если у него есть проблемы какие-то, хотя бы минимальные самооценки, а у нас практически у всех всегда мы сомневаемся, достаточно ли мы хорошо, потому что мы себя улучшаем в каких-то моментах, да? Эта ситуация самооценка нестабильна. И у каждого возникают вопросы к себе, а достаточно ли я хорош, интересен, произвожу ли впечатления и так далее и тому подобное. На человека, почему у него нет на меня реакции? Если у человека очень большие проблемы самооценки, он начинает себя ругать, заниматься самокопанием, разрушать себя и искать в себе проблем. Если у человека завышенная самооценка, и он делает вид, что ему это неинтересно, это для него не важно, он не отрегулировал, типа и ладно, а их еще сильнее, скажем так, цепляет. И такие люди очень часто, например, возвращаются в отношения, чтобы доказывать, возобновляют отношения, которые закончились. Знаете, такие истории встречали, когда расстались с парнем, по обоюдному, скажем так, или даже по его какой-то там причине, не по изменению, а просто там каких-то там причинам, поговорили, поняли, что не оно, да. А он через какой-то промежуток времени возвращается, а я, например, его там заблокировала, тут же когда пошел ты нафиг, легко отпустила, стала игнорировать, не увязалась за ним, или еще что-то, не страдала и там подобное. Или он увидел, что я легко переживаю наше расставание, хожу там по клубам, тусуясь и замечает мою там в Инстаграм личную жизнь. Так вот, и через какой-то промежуток времени, там месяц, два или там полгода, парень возвращается. То есть он условно был таким участником моей жизни, заглядывал где-то, посматривал в соцсетях, через друзей что-то узнавал, и его задело самооценку, что о нем не переживают, там условно не плачут, не страдают, игнорируют их расставание, окончание этих отношений, легко к этому относятся. То есть человек с высокой самооценкой это все заденет. «Да что это, по мне не переживают?» И бывают такие истории, когда парень или девушка возвращаются в отношения, чтобы поставить точку, чтобы надавить, чтобы где-то унизить, чтобы растоптать, чтобы, скажем так, вывести на какую-то эмоцию о себе, или хорошую, или плохую. Он в любом случае потом расстанется с человеком, и этот не нужен. Но он пришел обратно потоптаться, скажем так, заземлиться для себя самого, поставить некую точку и понять, что вот мы разругались, например, он даже сам может создать конфликт, но вот у нее или у него теперь ко мне вот такое конкретное отношение ко мне, негативное, или, например, позитивное. И все равно отношения в итоге заканчиваются. Потому что не отношения нужны, а конкретное определение своего места в жизни этого человека, свои эмоции к себе. Так вот, когда мы не даем эмоциональной окраски, не реагируем, игнорируем человека, это самое больное оружие для любого человека. Неважно, высокая у него самооценка или низкая, или она в норме. Потому что самооценка всегда болтается, она подвержена обстоятельствам, которые вокруг происходят. Мы не всегда сто процентов в себе очень сильно уверены на все там девяносто, допустим, процентов, но десятка все равно остается всегда. Понимаете, все равно сомнения, это наша природа и наши инстинкты. Нет сто процентов в себе уверенных людей, прям найдется всегда что-то, где вы будете в себе это чуть не уверен все равно. Так вот, игнор, если вы расстаетесь с парнем, чтобы заземлиться в его жизни и эмоции, скажем так, чтобы он о вас вспоминал и остаться в его памяти, это не таскаться за ним и ждать, скажем так, реакции каких-то. Идеальный момент, если совсем вы чувствуете, что не справитесь, вам эти отношения нехорошие, боль приносят, ненужные и так далее, бесперспективные, можете заблокировать, если вы в себе не уверены, что вы там сами не напишете или там не поддадитесь на какие-то манипуляции, если он объявится. Но если вы чувствуете в себе силы, приняли конкретное решение и решили с человеком ничего большего общего не иметь, самый лучший момент это оставаться в списке друзей, это только если вашей силы хватает, да, и это не супер разрушающее какое-то общение, а просто вы реально держите нейтр, летят внутри ваши вот эти чувства. Не общаться, например, присутствовать в его списке друзей, можно смотреть и так далее, но ничего при этом не писать, не поздравлять с праздниками, проявлять игнор, никаким образом не выходить на контакт, просто есть и есть. Вот это вот перманентное нахождение в жизни, когда ты смотришь в сторис, но ничего не пишешь, никак не реагируешь, не отмечаешь, главное, не поздравляешь, нет никаких эмоциональных, знаковых событий, за которыми ты выходишь человеку на контакт, просто существуешь. И это порой некоторых очень сильно раздражает, или человек тебя сам в ответ может удалить или заблокировать, вот он показал в этот момент свою реакцию. Разве это не менее важно? Его это, например, бесит, злит, он ждал от тебя и не дождался, это для тебя сигнал, то, что ты произвел по сути вот это нужное впечатление, что человек не получил то, что он хотел, и ты в победе как бы в этой ситуации на коне получаешься. Это всегда ты останешься в памяти этого человека, который скажет, да, она там висела в списке, друзья, ничего не писала, я ждал, как я в итоге разбесила меня, я удалил, заблокировал то. И такие люди очень любят потом периодически снимать блог на 5-10 минут, пошариться там в страничке другого человека и дальше обратно заблокировать, проверить, перепроверить, вы понимаете, да? Это не совсем спокойная ситуация. Так вот, если вы расстаетесь в идеале, не надо блокировать, а молча существовать, если вас интересно, смотрите, но не выходить на контакт с этим человеком, если вы в себе сил не чувствуете, то, конечно, я посоветую всегда заблокировать, если вы не чувствуете, что можете не вступать в контакты и какую-то слабину дать, потом можно и разблокировать, допустим. Но вот этот игнор, нейтралитет, непроявление, перетягивание одеяла на себя и вся прочая фигня, для вас это самое важное и это самое достойное. Если мы человека блокируем, на самом деле мы проявляем свою реакцию, эмоцию, что, в общем, я тебе из жизни вычеркиваю, это дает мне все равно понять ощущение, что человек на меня обижен или там расстроен, ненавидит и так далее. Это есть уже какое-то очертание эмоций. А если эмоции ноль, игнор, и я вам скажу, если ваш партнер, бывший парень или там кто-то на коллега наработает невротик, для него это самое большое наказание. Вот это оружие против невротиков. Если вы хотите, скажем так, сделать плохо, опять учу плохому, девочки. Если хотите зацепиться в жизни невротика, не давайте им эмоциональных реакций. Ни хороших, ни плохих, никаких. Он себя просто поедом будет съедать и думать, почему ко мне нет реакции. Особенно, если они долго какой-то промежуток времени были, в отношениях были неспокойные, с притягиванием, отталкиванием, с эмоциональными качелями и так далее. Вот зацепиться в жизни невротика, который живет страданиями, болью или эйфорией, самое лучшее не давать ему эмоции. Вы запомнитесь больше, чем даже через негатив, когда вы ему эмоцию не дали. Так вот, зацепиться в парне, в мужчине, в его жизни остаться как, скажем, такая гордая, не дающая эмоции особо, это вариант игнорировать. Да ну, это немногим выдержать эти ощущения, переживания, чтобы не сдаться, не поэмоционировать и так далее. Это удел, скажем так, сильных людей, когда у тебя действительно отчасти там что-то охладело, уже ты понимаешь, что обратное, принято решение, обратной дороги нет. Если меня спросите, а как там быть типа друзьями, оставаться на высоту хорошей волны, ну, никто не просит же всех ругаться, не разговаривать там и проглинать, правильно? Можно быть и поля типа друзьями, но я считаю, все равно, меньше общения, это удел только редких отношений, исключений из правил, когда можно остаться действительно типа приятелями с бывшим, о чем-то действительно интересоваться, какой-то очень объединяющая работа, хобби, что-то подобное у вас между вами должно быть. Так, чтобы просто, друзьями, это всегда с подоплекой на какие-то выводы эмоций, с сведения счетов в итоге, и все равно люди расходятся как в море корабли, назовем это так. Если есть вопросы, пишите в комментариях, если считаете, что это видео полезное, ставьте лайк, тоже пишите комментарии, распространяйте мое видео в соцсетях. Если вам нужна моя консультация, как психолога, не стесняйтесь, пишите мне на почту, она в инфобоксе под видео, написано на моей почте, пишите тему письма, хочу консультацию, я вам вышлю всю ответную информацию. Если вам нужно прислать мне письмо для видео ответа публичного на канале, письмо от анонима. Спасибо всем за внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Скоро увидимся, всем пока!